Здравствуйте, дорогие наши книжечки! С вами Букинист Орск. Продолжаем нашу тему, наш проект Карта подписчиков Букинистов Орск. Сейчас мы вот такой флажочек прикрепим на нашу карту. Новый город, новый подписчик, очень интересный человек Евгений. Привет, кстати, Женя. Вот, привет всему городу Тула. Так, эту штучку мы сюда уберем. Город Тула у нас, ну давайте мы условно его вот сюда поместим. Тут у нас все уже заклеено. Вот, тут Ирина на Туле нарисовала еще самовар. Вот это ее такое народное творчество. Продолжаем наш проект Карта подписчиков Букинистов Орск. Пишите нам, пожалуйста, откуда вы нас смотрите. Из каких городов, поселков, стран мы пополняем карту наших подписчиков. Я думаю, вот сейчас будет, если тысяча, когда у нас подписчиков, мы все опять пройдемся, покажем, расскажем всех, что дополнилось и что были уже. Кто не помнит, кто еще не видел этот проект из новых подписчиков, пожалуйста, пишите нам, откуда вы нас смотрите. Мы пополним карту наших вот зрителей. Это вот интересно для вас и для нас это очень интересно, конечно, география зрителей. Дальше. Это первое. Второй проект нашего канала. Я сейчас продемонстрирую, как смогу, конечно. Вот, возможно, вы догадаетесь. Ну, это потом уже будет. Нам пришло письмо. Открытка. Вот. Как говорится, давай, я тебе выдам это письмо, когда надо же. Не показывай! Не показывай сразу! Не показывай! Да что ты, мама, все показывай. Все ты хочешь вот раскрыть. Да я смотрю в своих руках, так-то. Так-то. Дяденька. Вот. Я сейчас... Когда приходит письмо, что надо делать, Ира? Плясать. Плясать! Правильно! Прям хорошая девочка. Молодец. Возьми из полочки пирожок. Я попробую сейчас плясать. Я не знаю, как это у меня получится. По-еврейски. Как? По-еврейски. А зачем? Нет. 7,40. Нет, нет, нет. Сейчас я как они там делают, вот так вот. Тум-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Оп! И пошли дальше. Возможно, из моих тут всего движений, кому-то стало ясно уже, что это как-то связано с Грецией. Давай мне, пожалуйста, письмо. Ага, сейчас мне будут долго его выдавать, это письмо. Да, я покажу марочку. Да. Здесь вот сегодня я открыл почтовый ящик, лежала вот такая открыточка, написано «Гриф», вот, «Афин», «Афин», «Афины». Здесь вот такая вот фотография, это подсветка, конечно, идет такая туристическая, классная, конечно, интересная открытка. А кто же ее прислал из столицы Греции, Афин? Давайте я вам сейчас прочту. Все тут интригу, будем так, ну, уже барабанная дрожь такая. Итак, пишет нам, я вам прочту открытку. Сегодня в рубрике «Музей Букинистовок» «Привет из Афин». Тут сейчас такая, такой текст интересный. Когда-то с вершины горы Олимп вершил судьбы мира весь пантеон греческих богов. Но сейчас они утратили свою легитимность и разжалованы до героев мифов и легенд в детских книжках. Андрей Хохлов, Афины, Греция, 18.07.2021 года. Вот, отдай мою руку, Ирина тут ее схватила. Это Андрей Хохлов, который нам уже присылал. Сейчас я вам покажу вот на нашем стенде. И мы на цветке стоять. На цветке я стоять не буду. Я вот так свои листья, везде цветы уже, господи. Вот такая была у нас, если помните, бандероль. Присылал Андрей Хохлов из города Киева. Вот она такая тоже. А теперь он нам шлет из Афин. Привет! Вообще, конечно, офигенно. Может, мы ее не будем прикалывать сюда? Может, мы ее в эти уберем? Это у нас тут конверты и бандероли, а открытки мы сложим в коробку. Вот как мы сделаем. Жалко, потому что. Спасибо, Андрей. Очень вообще приятно и неожиданно. Музей Букиниста Орск пополняется. Кто еще захочет участвовать? Вот посмотрите, просто прислать открытку. Даже вот настолько вот так вот это все можно принять участие. Нам интересно материальные какие-то вещи. Вот что вы можете посмотреть плейлист Музея Букиниста Орск. Я рассказываю о проекте. Все, что связано, любое, с коллекционерством, с книгами, со своим краем, все, что вы посчитаете интересным, вы можете нам прислать. Это все будет у нас в музее. К экспонатам нашего музея Букиниста Орск. Видите, вот Андрей уже второй раз, тем более еще из Афин. Как он туда попал, загадка. Жалко, что у нас в России не очень с маркой. Почему марки полно интересные можно купить? Все одинаковые. Ну, здрасте. Это так можно купить на почте. На почте всегда есть запах. Туда я и дошла. Ничего. Там раньше было. На центральном почтамте они всегда годовую все, что выходит в Российской Федерации марки, они там продавали. По маленьким городам, наверное, уже не раскидывали. Ну, не знаю, обязаны, конечно, вообще-то. Ну, центральный почтамп, такую вещь. Ну, раньше вообще коллекционеры заказывали такую. Если ты хочешь себе фронологию, годовой выпуск покупаешь, в принципе, по ценам государства. Сейчас я тебя прижму к стене уже. Да, я уже боюсь. Меня Ирина зажала. Продолжаем наши два проекта, наши все проекты. Музей Букиниста Орск. Карта подписчиков. Светлая горница Букиниста. Не забывайте, пожалуйста, если кто захочет прислать видео, фотоматериалы о себе, о своей библиотеке, о своей коллекции. Кто хочет поучаствовать с нами в работе, пожалуйста, мы. Вот я двумя руками. Все, что есть у меня. Всегда приветствую любые виды работ. С вами был Букинист Орск. Привет из Афин. От Андрея Хохлова. И город Тула. На нашей карте подписчиков. Смотрите наш канал. Пишите нам. Участвуйте в наших проектах. Пока.